Обсудим эту тему с Кириллом Куликовым, одним из самых известных экспертов по правоохранительным органам нашей страны. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо, что пришли. Вот смотрите, как получается. На этапе подготовки наши правоохранители очень хорошо справляются с предупреждением преступления. А вот после того, как преступление уже было совершено, раскрыть его не могут. Вот как так? К чем это можно объяснить? Вы знаете, вы абсолютно правильно поставили вопрос. Пойдем чуть-чуть дальше. Вот эти все комические покушения, над которыми смеется вся страна, ну ничего не поделаешь, правда смеются. Они могут привести к тому, что произойдет что-то серьезное. Вот за этой дымовой завесой сначала на одного покушения вся страна смеется, на другого покушения вся страна смеется. И вот что-то действительно происходит в этой дымке, вот в этих всех рассказах, оперетках и так далее, и так далее. Помните, это старая сказка про Петю и Волка. То есть вот мы постоянно копчем волки и волки. Когда придут настоящие волки. Да, когда придут настоящие волки, видимо, да. Вы наставите, что все эти истории скорее инсценировка? Я думаю, что они немножко разные. Думаю, первое, с Герасченко инсценировка, потому что сам пациент путается в показаниях, насколько я понимаю. Со вторым скорее здесь след коммерческий, то есть они там выясняют долговой вопрос, они выясняют свой долговой вопрос. Я хочу сказать, что эти два, в общем-то, случая одинаковые, в том плане, что конец этих историй будет одинаковый. Потому что все равно проходят судебные действия, все равно идет следствие. Рано или поздно, сколько бы это ни длилось, вот этим людям, которые давали неправдивые показания, можно сказать, и в суде, и в следствии, придется за это отвечать. Сейчас ничего не слышно. Кстати, куда они пропали? Я не знаю, вы знаете, честно говоря, мы с вами потерялись. Правда, у нас СБУ раньше задерживало по 20-40 диверсантов, да? Куда они все пропали? Ну, каждый день у нас были же такие сообщения. После этого у нас СБУ задерживало киллеров, которые там хотели чуть ли не Ангелу Меркель убить, чемпионат по футболу во Франции сорвать. То есть мне казалось бы, что очень бы хотелось, чтобы они занимались профессиональной работой, и чем меньше об этой работе известно. Кирилл, скажите, насколько может быть распространена вот эта практика, о которой говорил генпрокурор, когда, как много преступлений вот так вот скрывают, пряча более тяжелые? Надо отдать должное. Генпрокурор же человек опытный, да, он до Авакова это место занимал два раза, и он прекрасно понимает, как может происходить манипуляция со статистикой. Должность человека, который в генпрокуратуре занимается надзором за правоохранительными органами, тоже боевой такой генерал. И они в этом всем разбираются, их не обманешь. Поэтому думаю, что картину, которую нарисовал Луценко, она абсолютно правдивая. Эта картина бы в любой стране вызвала бы, конечно, как вы правильно сказали, отставку министра. Но мы же не видим, мы же видим исключительно шоу. Видим мы сейчас, что завтра министр будет отмечать трехлетие в этом кресле. Четыре года возможно? Вы знаете, эта вся бригада непрофессионалов будет существовать ровно столько, сколько будет существовать эта коалиция. Они ненавидят друг друга, они ставят друг другу под ножки, но они настолько связаны и скованы одной цепью. То есть, когда какой-то элемент этой политической пирамидки вылетит, то развалится, да, рухнет вся пирамида этой коалиции. Хорошо, а что творится с самым МВД? Вам неизвестно, куда пропал Князев, новоназначенный глава нацполиции? Он сделал несколько громких заявлений, провел брифинг в первые дни после своего назначения и исчез. К сожалению, не видел, не понимаю. Точно так же меня интересует, куда пропали главные советницы, замы, министр, бывший глава, которые обещали там вот эти грузинские дамы. Я вижу, что не при делах, но все, что они оставили, мне кажется, должны быть дела на них заведены. Вот за всю эту реформу. Возможно, сейчас он над темой занимается. Кирилл, еще одна тема, это блокада на Донбассе. Кстати, есть сегодня ровно месяц. Почти каждый день в обществе обсуждается силовой вариант. Есть сбросы в силовом варианте. Как вы думаете, в силах ли МВД на сегодняшний день провести такую операцию и будет ли она проведена? 100% в силах, 100% в соответствии с законом Украины должна провести эту операцию. Но опять вернемся к предыдущему вопросу. Это вопрос стабильности существования данной коалиции. Потому что это секрет Палишинеля. С одной стороны, уголь идет и фамилия этого человека известная всей страны, его фамилия Ахметов. С другой стороны, есть большие проблемы у человека по фамилии Садовой. Это есть, так сказать, ответ Садового на его преследование. Куда идет уголь и кто и зачем блокирует, мы будем говорить далее с вами. Мы закончили. Спасибо вам за то, что принял участие в эфире. Кирилл Куликов отвечал на мои вопросы.